В рамках референдума планируется внести 56 изменений в 33 статьи нашей Конституции. Они охватывают вопросы реорганизации Конституционного суда, упраздненного в 1995 году, изменения работы парламента и избирательной системы. Есть также изменения касательно запрета президенту быть членом политических партий, а его близким и родственникам занимать политические должности. Данный референдум очень актуален. Он будет проводиться в целях укрепления тесных взаимоотношений государства и власти с населением, так как посредством него будут внесены основные дополнения и изменения в 33 действующих статьи из 98. А это значит, что в одну третью часть Конституции будут внесены новые дополнения и изменения. Глава государства инициирует создание нового Казахстана, справедливого государства. В ней будут защищены права каждого гражданина. Президент отметил, что будет учитываться необходимость установления эффективного диалога общества и власти. С этой целью создана специальная рабочая группа, в которую вошли квалифицированные юристы, политологи и эксперты. Разработан проект конституционных изменений. В настоящее время представители общественного штаба по городу Семей высказывают свое мнение относительно предстоящих политических реформ. Я считаю, что это очень правильные предложения для жителей нашей страны, в целом для населения. Например, мы переходим от суперпрезидентской к президентской модели. Наше население это поддерживает. После референдума наша конституция будет носить совершенно новый характер. Такое масштабное изменение должно осуществляться по решению всего населения. Поэтому граждане страны должны принять участие в важной предстоящей политической реформе.